Приглушенный звук микрофона в уютном зале всего пары десятков человек. Именно в такой камерной, почти домашней атмосфере прошел в Рязани отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Участие в нем приняли всего семь человек. Причем конкурсом заинтересовалась как молодежь, так и взрослые состоявшиеся люди. Среди участников Татьяна Масяш. В детстве она занималась в драматических кружках, какое-то время работала аниматором, сейчас же преподает танцы. Узнав о конкурсе, она решила проверить свои силы и попытать удачу. Проверить, так сказать, не исчезла ли у меня вот такая вот способность читать, выступать. Ну, я же играла в спектаклях. Ну, и чисто вот такой вот интерес, азарт, что ли, познакомиться с людьми, посмотреть на единомышленников, пообщаться с ними тоже. Вот позитивчик получится. Действительно, чемпионат «Открой рот» – пожалуй, одно из самых позитивных состязаний. В России он проводится в 111 городах с 2011 года. У нас же в Рязани любители чтения вслух собираются в библиотеке имени Горького во второй раз. В ходе чемпионата им предстояло пройти несколько этапов, на каждом из которых к прочтению предлагались различные произведения. Первый тур у нас – это зарубежная проза, второй тур – это русская проза, третий тур – это поэзия, а финал у нас посвящен Вознесенскому. В этом году Андрею Вознесенскому 85 лет, и в финале будет читаться его стихи. Владислав Ходосевич, Юнна Морец, Анатолий Миренгов, Джулиан Барнс – произведения этих и многих других авторов прозвучали на чемпионате «Открой рот». Специально подготовленные листы с отрывками лежали таким образом, что участники не имели возможности видеть объем текста, автора или название произведения. На ознакомление с предложенным отрывком давалось всего пять секунд. После участники должны были прочитать его грамотно и артистично. Оценивали чтение вслух члены жюри. Его председателем стал победитель отборочного этапа чемпионата, который прошел в Рязани в 2016 году. Тогда Леонид Резников решил поучаствовать в этом мероприятии, не рассчитывая на победу. Однако, к своему удивлению, занял первое место. На финале конкурса в Ясной Поляне стал вторым. По его словам, участие в этом чемпионате невероятно расширило его кругозор. На роль председателя жюри он согласился с удовольствием и в своем судействе обращал внимание на три критерия. Техника, артистизм и грамотность такая вот в конце концов. То есть человек должен показать, вообще он владеет чтением вслух. В хорошем смысле этого слова. И что такое чтение вслух? Вот тебе книга, вот тебе газета. Открывай рот и читай. Именно это и делали участники чемпионата в Рязани на протяжении нескольких часов. Конечно, волновались, конечно, ошибались, но доброжелательная атмосфера скрашивала маленькие неудачи. В итоге победителем чемпионата стала Марина Чупейкина. Именно ее чтение, по мнению жюри, стало самым артистичным и самым грамотным. И теперь именно она будет представлять наш регион в финале чемпионата «Открой рот», который пройдет в Ясной Поляне в конце мая.